Здравствуйте! Здравствуйте! Знаете ли вы, что белки, оказывается, отличные пловцы? Единственная сложность для плывущей белочки – удержать над водой хвост. Ведь если он намокнет, он потянет ее на дно, как якорь. Сведениями об этом забавном зверьке с нами поделятся наши гости, магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья! Здравствуйте, Ольга! Скажите, пожалуйста, у всех белок такой шикарный хвост? К сожалению, не все белки обладают таким шикарным хвостом. Есть виды, у которых хвостик совсем не заметен. Значит, нашим белкам повезло больше других. А какие бывают белки? Ну, на данный момент ученым известно три вида белок. Это белки-летяги, древесные белки и земляные белки. А с каких мы начнем? Ну, вам какие больше нравятся? Наши, древесные, наверное, да? Давайте с древесными. Давайте. Ну, вот древесные белки, те, которые нам чаще всего мы встречаем в лесу, по внешнему виду мы знаем, что они в основном такие оранжевые, имеют пушистый хвостик и кисточки на ушках. Чаще всего мы можем наблюдать белок, прыгающих с ветки на ветку. Для того, чтобы парить с одной ветки на другую, белкам помогает именно, как вы думаете, что? Наверное, хвост. Наверное, хвост, да, вы правильно отгадали. Именно хвост помогает белкам парить и, как бы сказать, планировать свой полет с одной ветки на другую. То есть хвост, он является типа рулем, который помогает белке. А вот в таких, в маневрах, ведь белки, они очень ловкие. Вот кажется, что она может за одну секунду много-много дел переделать. А хвост не мешает вот именно в таких вот мелких маневрах увернуться от кого-то, догнать кого-то? Нет, конечно. Белка родилась с таким хвостом, она умеет им и пользоваться. Конечно, убегая от кого-то или догоняя кого-то, или даже бегая друг за другом, они тем же хвостом также пользуются для маневренности. Чтобы изменить направление, наверное. Да, чтобы резко поменять направление своего движения. А белки живут в дуплах или они какие-то гнезда строят? Чаще всего белки, они предпочитают строительство гнезд. Это могут быть ветки, которые они используют. Но также белки, они и живут в дуплах. Ну, вы знаете, что многие птицы тоже живут в дуплах, ну, как дятлы, допустим. Белки тоже выбирают дупла для жизни в них, для выращивания там своего потомства. А у них бельчата, наверное, беспомощными рождаются, да, раз у них такое хорошее укрытие? Конечно, бельчата, они рождаются беспомощные. Чаще всего это они слепые. То есть они не могут себя обеспечить, не могут убегать от хищников. Поэтому они находятся вот в дупле, и мать постоянно их кормит там молоком. Конечно, мы не видим там пушистого хвоста и тех кисточек на ушах, которые напоминают нам белку. Это маленькие, слепые детеныши, которые нам, простым людям, они как-то вот, мы их не видим. А вот иногда думают, что кисточки на ушах помогают белке ориентироваться в пространстве. Это так? Ну, не сами кисточки, а именно на теле белки есть такие чувствительные волоски, которые помогают им ориентироваться при полете в пространстве. То есть это скорость ветра, поток ветра. Даже пролетая между ветками, конечно, экстремальные такие прыжки, пролетание между ветками, помогает им ориентироваться, что я сейчас не задену что-то, когда буду лететь. Ну вот, а хвост интересен тем, что белка, она не только вот для красоты имеет такой хвост. И для маневренности. Да, и для маневренности. А для чего еще? А белка такое же млекопитающее животное, которое имеет температуру тела около 37 градусов. И, конечно, чтобы эту температуру тела поддерживать в своем организме, ей необходимо регулярно питаться, то есть хорошо питаться. Это поддерживает температуру тела. Но в условиях, допустим, если зима, не всегда же находится пища рядом, приходится где-то поголодать. Поэтому белка замерзает. Но вот в чем секрет хвоста? Хвост, в отличие от тела белки, он не нуждается в таком приливе крови, как вот, допустим, мозг, как желудок, как сердце. Ведь согласитесь, что... Ну да, если даже белку, наверное, лишить хвоста, она не умрет, я так думаю. Конечно, ей будет уже не так комфортно. Конечно. Именно вот в строении белки вот интересен момент тем, что белка имеет такую сложную структуру артерий и вен, которые помогают именно вот избирательно регулировать температуру тела по всему организму. Кровь, она подходит к хвосту. И здесь вот включается такой вот процесс, который называется противоточная теплообменная система. Очень сложно называется этот процесс. Очень сложно. А его объяснить просто можно? Можно, сейчас я объясню. Кстати, люди научились это тоже использовать в инженерии. Как же белки используют? Кровь подходит по артерии к хвосту. И там она, то есть вот это тепло, которое содержится в крови, оно задерживается. И в кровь поступает небольшое количество к хвосту. А, то есть основная кровь-то теплая, она в белке остается. Когда кровь возвращается от хвоста в белку, то есть в организм, она же возвращается более охлажденной. И здесь ее как раз вот ждет вот это тепло, которое осталось в артериях в данный момент белки. То есть кровь опять согревается. Да, и она опять согревается. И тем самым белка, она экономично расходует тепло, не тратя на вот, допустим, на хвост зимой. Вот поэтому он у нее такой пушистый, да, чтобы он не замерзал так сильно, а то будет все время хвост мерзнуть. Понятно. А вот раз мы заговорили о подготовке к белке к зиме, она ведь запасы делает, да? Я слышала, что они так много всего запасают, что даже потом иногда найти не могут эти свои запасы. Да, это можно было наблюдать, когда белки, буквально вот орехи, грибы, они везде прятали и закапывали листиками, где-то веточками и забывали об этом. Это можно наблюдать и, допустим, у ворон, у сорок. Как-то гуляя с мужем по парку, мы увидели, что ворона под листиком что-то закапывает. Я это заметила, говорю, давай поближе подойдем, посмотрим, что там такое. А он говорит, да там ничего особенного нет. Я говорю, да нет же, она что-то закопала. И вот мы, вороней пришлось, конечно, отойти, она не хотела этого. Да, конечно, она была не рада. Вот, я вот чуть-чуть, буквально убрав листики, увидела, что там хлеб. А что же говорить про белку, которая также прячет орехи, грибы, различные ягоды. Ну и вот что самое интересное, что вот эта вот способность прятать запасы вместо своем обитании, способствует тому, что белки, они забывают все свои кладки, где что спрятано. И где-то когда-то вот тот же желудь, который она спрятала, он прорастет потом в дуб. Или, допустим, кедровый орешек. Мы видим здесь, что белки, они очень... Они нас сажают леса. Распространяют, да, они распространяют семена, и благодаря им, конечно, лес, вот он способен расти. Ну, давайте теперь поговорим о земляных белках. Кто это такие? К земляным белкам относятся сурки и бурундуки. Вы их наверняка встречали в бурундуке. Нет, встречать не встречал, но слышала и видела. Да. Это те белки, которые живут, ну вот как вот, допустим, сурки, они живут в норках. То есть они копают себе норки. Ну вот что хотелось бы сказать о представителях земляных белков. Допустим, это капская земляная белка. У капской земляной белки есть хвост. Он очень пушистый, и это помогает белкам в условиях того места, где они живут, а это жара. Днем очень жарко, очень сильно жарко, и белка создает себе зонтик. То есть она хвостом так? Да, прикрывается хвостом, свое тело она прикрывает. И это позволяет ей как бы вот снизить температуру тела своего. Ну, вы же понимаете, с зонтиком все равно проще в жару, даже летом, когда солнце очень сильное. И она может дольше находиться в поисках пищи. То есть не перегреется на солнце. Не перегреется, она ищет свою еду, и при этом у нее есть собственный встроенный зонтик. Здорово. А как вот белки ближе к концу лета понимают, что скоро осень, пора делать припасы, приближается зима? У белок есть такие встроенные часы. Они еще называются циркадными часами. Они, наверное, не только у белок, да? И каких-нибудь других зимующих животных есть, да? Конечно, и не только у животных зимующих, но и у человека. Да? Не замечала в себе. Циркадные часы, они помогают животному, а также человеку определить, в какое время сейчас он находится, будь то это день или ночь. То есть в нашем организме происходят определенные процессы. Допустим, мы хотим с вами спать. Наши процессы внутренние, они замедляются, пищеварение замедляется, нервная система тоже замедляет свое действие, нам хочется спать. Вот это и есть циркадные часы. А к утру мы уже с вами начинаем бодрствовать. А к зиме белки? Белки зимой, они имеют встроенные уже календарные часы. То есть, допустим, если мы с вами возьмем лесного сурка. Все лето лесной сурок питается травой, но к концу лета он начинает усиленно питаться ягодами, травой тоже самое. Но уже в более усиленном режиме. Чтобы жирку запастись. Конечно, ему нужно запастись жирком для того, чтобы лечь в спячку, чтобы прожить эту зиму. Ну вот некоторые виды белок, они впадают в спячку. Ну вот давайте сейчас с вами посмотрим на арктическую земляную белку. Она является рекордсменом среди белок по спячке. Ну правильно, там зима-то долгая. Конечно, это Арктика. И мы с вами знаем, что в Арктике есть такая вот особенность этой Арктики. То есть, это вечная мерзлота. Почва, она с самых верхних слоев до низа, она очень мерзлая. А это земляная белка, да, вы сказали? Это земляная белка. То есть, ей положено в земле норки рыть, да? Конечно, как и другим белкам, ей бы хотелось вырыть себе норку, залечь туда в спячку и снежком как бы припорошила бы, и она бы спокойно бы там спала. Но здесь не так, здесь не получится. Дело в том, что в данном случае она находится на поверхности почвы. Ну да, и там морозы. И здесь холодно, и, конечно, тут, если даже ее снегом где-то заметет, или она найдет какое-то укрытие, то температура, она будет ниже нуля. Ну а как же белке в этих условиях зимой не превратиться в ледяной шарик? Температура белки... Как? Да. Мне уже как-то не по себе становится. Температура белки падает от 37 градусов до нуля. Сердце, оно почище останавливается, то есть его почище оно не ощущается. Мозг тоже отключается, ну и, соответственно, кровь, желудок, все тоже, они останавливаются. И белка находится в таком вот анабиозе, то есть это состояние между жизнью и смертью. Но, тем не менее, она не замерзает на смерть, она вот при этом... Ну, что интересно, ученые обнаружили, что белка, она в течение зимы несколько раз просыпается. Вот эта вот полузамерзшая, да? Да, то есть из состояния смерти, вот как бы, когда все отключено, она набирает температуру до 37 градусов. Для этого ей нужен целый день, чтобы набрать эту температуру. И потом, опять же, целый день, чтобы эту температуру опять опустить до нуля. То есть это так, белка включилась, белка выключилась. Опять выключилась. А зачем ей это надо? Ну вот ученые, конечно, для них это тоже является загадкой, но они предполагают, что белке эта способность необходима для того, чтобы во время спячки, когда у нее отключен мозг, то есть в мозг поступает достаточно небольшое количество крови, кислорода. Кислорода, да. Вот. В условиях, когда белка включается, как вы сказали, это помогает, опять же, мозг снабдить кислородом. Да, и учитывая, что белка это делает несколько раз за зиму, это помогает вот именно сохранить мозг в здравом уме. Дарья, у нас до конца программы осталось немного времени. Я хотела бы задать еще один вопрос. Ну, если верить теории эволюции, то у каждого современного животного должен быть какой-то предок, какая-то переходная форма от боли низшей, я не знаю, как это сказать, расы к современной. Существует ли такая форма у белки? На данный момент ученые, они не смогли обнаружить окаменелости, которые бы говорили о том, что это были прародители белок. Единственное, что они смогли найти, это останки, и эти останки указывали на белок по их зубам. Всего-то? Да, по их зубам. Зубы, именно вот они говорили о том, что в данном случае это вот белка, которая жила раньше. Поэтому... Но была ли эта белка такая же или другая? По зубам, наверное, определить сложно. Конечно, это бы сложно определить. Тем более, что мы знаем, что Бог сотворил животных по роду их. И здесь мы видим, что один род, возможно, это та белка, которую вот нашли ученые, именно ее окаменелости, она говорит нам о том, что она была прародителем. А потом от нее уже возникли вот те виды, которые мы в данный момент сейчас имеем с вами. То есть мы имеем основания считать, что Бог сотворил белку, которая в процессе жизни на земле, в разных условиях, переселяясь, может быть, по всему миру, вот приобретала такие формы, которые встречаем мы сейчас. И сложно, наверное, предположить, что вот такие вот сложные механизмы, которые до конца не изучены, которые позволяют белке оживать зимой, снова застывать, при этом не погибать, что они могли возникнуть в результате случайной цепи каких-то там мутаций, событий и так далее. Дарья, спасибо большое. Очень интересно было узнать о таком близком и родном, можно сказать, с детства зверьке, как Белочка. Я думаю, что даже детям, которые смотрят нашу программу, будет это интересно. Дарья, спасибо вам большое. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были с нами. Пишите нам, звоните, смотрите наши следующие программы. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»